Символ эпохи, эталон красоты, король экрана. Сегодня легенде мирового кинематографа французскому актеру Алену Делону исполняется 80. Трудно поверить, но в самом начале карьеры продюсеры отказывались его снимать из-за слишком безупречной, как им казалось, внешности. С ним работали Антониони, Висконти, Гадар. Картины с Делоном в главной роли стали классикой мирового кинематографа. Наш корреспондент Яна Подзюбан прошлась по знаковым местам Парижа, связанным с именем знаменитого актера. У розовой свинки. Путешествие по парижским местам Алена Делона начинается неожиданно. Городская легенда классик, будущая звезда мирового кинематографа, работал в мясной лавке. Я горжусь, что Делон единственный французский актер, который может грамотно нарезать ветчину. Я даже могу приготовить паштет, запеченный в тесте. В юности артист говорил о своей первой работе семье гораздо сдержаннее, часто сбегал из дома. Возможно, поэтому родители записали его в армию. Поговаривали, в Индокитае актер попал в плен, но был помилован из-за своей невероятной красоты. Имя Алена Делона в войсках действительно стало известно сразу, но совсем по другой причине. Правда, и глупости я тогда тоже наделал. Однажды мы украли джип в части и ушли в самоволку. Так что свое 20-летие я отмечал на гауптвахте в Сайгоне. Мулен Руш, парижский район красных фонарей. После армии Делон не хотел возвращаться домой, жить было негде. Как вымышлены киноистории, статного красавца на улице замечает голливудский продюсер. Но Делон решил строить карьеру в Европе, дома. Его снимали главные режиссеры эпохи. Висконти, Климан, Антониони. Они буквально вылепили из него актера, считают кинокритики. Рока и его братья «Затмение» и «На ярком солнце» стали классикой мирового кино. Российским поклонникам Аллена Делона это место Парижа будет особенно любопытно. Елисейские поля в Тегеран-43 начали снимать здесь. Правда, не очень удачно. Первый же съемочный день Аллен Делон сорвал. Он стал убеждать режиссеров Алова и Наумова, что снимать его здесь не нужно. Он слишком известный и популярный. Соберется народ. В шутку Аллена Делона предложили поменять на «Бельмондо». Делон пошутил в ответ. Он тайком вышел на улицу и мгновенно собрал толпу поклонников. Актер тогда был на пике популярности. Впредь до команды «Мотор». Делона из микроавтобуса никто не выпускал. Если знать эту историю, легко заметить. Поклонники буквально окружили съемочную площадку. Некоторые даже пытались взять автограф. В своем плотном графике Делон смог выделить для съемок в советской картине всего несколько дней. Оказалось, достаточно, чтобы роль запомнилась. Наталья Белохвостикова и завидовали все женщины Советского Союза. Инспектор полиции ФОШ. Терпеть не могу полицейских. Впрочем, сама не знаю почему. Благодарю вас. Вы очень любезны. В его объятиях мечтали оказаться поклонницей по всему миру. Там оказывались действительно многие. Одна свадьба, один развод, три гражданских брака, трое детей, бесчисленные романы. Но на вопрос, что такое любовь, им всегда отвечает, любовь – это Роме. Я клянусь. Любить тебя. С австрийской актрисой Роме Шнайдер Делон познакомился на съемочной площадке. Тогда она уже была знаменита. Роме и Ален были самые красивые кинопары. Их роман стал легендой. Закончился так же бурно и драматично, как начался. Ален женился на другой. Об этом Роме Шнайдер узнал из газет. У него не хватило смелости признаться. Сердце красавицы было разбито. Спустя семь лет после разрыва они вновь сыграют вместе в легендарном фильме «Бассейн». О боже. Это фильм, который я не могу смотреть. Я помню каждую деталь, каждый диалог, каждый кадр. Я вижу ее будто вчера. Мне приятно быть здесь, но больно смотреть эти кадры. В последнее время актер живет один. На своей вилле в Швейцарии, в окружении собак. Ален Делон говорит, они понимают его лучше, чем люди. Когда не стало Марлона Брандо, мир вокруг меня как будто опустел. У меня не осталось мечты в искусстве. Понимаете, это подобно смерти. Я как будто клинически мертв. Теперь его жизнь овеяна легендами и мифами пуще прежнего. Кино снимается очень редко, выбирает только особенные роли. Не сидя на в его волосах облеск. А вы, Цезарь. А вы мне. Актер эпохи и целая эпоха в нем. Сердцеед, эталон красоты, любящий отец. На вопрос, какую жизненную роль он считает главной, Ален Делон отвечает откровенно, сквозь слезы. И в этой почти ребяческой искренности он также по-прежнему неподражаем. Очень давно, в самом начале моей карьеры, все мои близкие и друзья после каждого фильма говорили, с ума сойти, как этот персонаж похож на тебя. Тогда кто же я? Я не могу быть в одно и то же время и зорой, и рокой, и самураем. Я так до конца и сам не понял, кто я.